Привет! В этом видео мы с вами еще раз разберемся с существующими фейками, которые ходят в сети в отношении таких вопросов, как существование военкоматов в Украине, юридический статус территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Да, есть публикации, где пишут, что это государственные органы, а кто-то пишет, что это частные структуры и вообще вплоть до ФОПов. Вот мы выясним это. Также мы выясним вопрос, а существует ли в Украине на сегодняшний день срочная служба, либо же у нас армия контрактная. При этом все это мы будем делать, исходя из того, что написано в законодательстве. То есть здесь не будет моего мнения вообще. Я вам сейчас покажу, что написано по этому поводу в законодательстве и поможет мне в этом сайт Верховной Рады Украины. Но перед тем, как мы перейдем к этим вопросам, хочу пояснить свою позицию, потому что очень многие в комментариях мне как бы упрекают, что я использую термин военкомат вместо юридически правильного термина территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Друзья, поясняется это следующим. Я использую этот термин по одной простой причине. Я стараюсь сделать контент понятный людям, которые не имеют юридического образования. И, скажем так, переводить юридический язык на доступный язык каждому человеку. И поэтому я где-то упрощаю конструкции, где-то называю их теми словами, которые привычны и понятны каждому зрителю. Именно поэтому я прошу меня простить за то, что где-то я называю юридически неправильную терминологию. Но при этом хочу вас заверить, что во всех этих случаях это никоим образом не повлияет на ценность той информации, которая есть в видео. И никоим образом не ухудшит ваше положение, если вы будете пользоваться этой информацией. Там, где это принципиально, я всегда использую юридически правильную терминологию. Надеюсь, я объяснил свою позицию доступно и вы ее поймете и, может, простите, либо поддержите ее. Ну, а теперь поехали к основной теме видео. Итак, первый фейк, который мы разоблачим, звучит так. Военкоматов не существует с 2007 года. Те, кто так утверждает, считают, что военкоматов не существует в связи с тем, что в 2007 году вышло постановление Кабинета Министров Украины. Вот вы его сейчас видите на экране, можно зайти, проверить. Да, это сайт Верховной Рады Украины. То есть все открыто, все можно проверить. И ссылочки я на все документы, которые мы будем использовать в этом видео, оставлю в описании к видео. Итак, в этом постановлении Кабинета Министров, собственно говоря, было решено утвердить положение про территориальный центр комплектования вейсково-службовцам из-за контрактом. И вот на этом основании люди считают, что поскольку принято такое постановление КМУ, то военкоматы перестали существовать. Почему так считают? Я вообще не понимаю. Кстати, параллельно люди на основании этого же постановления приняли решение о том, что не существует и срочной службы, что у нас исключительно контрактная армия. Давайте посмотрим это постановление. Что в нем написано? Написано ли в нем, что упразднить военные комиссариаты? Да нет. Если мы почитаем вот этот абзац, то мы увидим, что здесь поручается Министерству обороны Украины подготовить и подать Кабинетове Министров Украины пропозиции, что до внесения змин до положения про вейсковые комиссариаты. И если вот тут посмотрим, в частыне уточнение функций вейсковых комиссариатов в связку с принятием цей постановы. То есть в 2007 году этим постановлением никто военкоматы в Украине не отменил. Но вы можете сказать, эй, подожди, друг, там может какой-то другой акт есть о военных комиссариатах, в котором и написано, что их упразднили. Друзья, давайте смотреть дальше. И вот посмотрим положение о военных комиссариатах. Это положение датировано 2001 годом. И если мы посмотрим, когда же оно прекратило свое действие, то мы увидим 2013 год. И здесь можно сказать, так стоп, а может же тогда в 2013 году военкоматы исчезли. А нет, в 2013 году было принято новое положение о военкоматах и, соответственно, военкоматы существовали. Ну, никто же не может сказать, что кабинет министров принимал положение о военкоматах, хотя они с 2007 года уже не существуют. И если мы посмотрим, то вот это положение с 2013 года действовало по 23 февраля 2022 года. Да, какая прекрасная дата в истории нашей страны, да, последний мирный день. А что же было 23 февраля 2022 года? А давайте посмотрим. Было принято положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Только в 2022 году появилось вот это положение. Но сами центры появились чуть-чуть раньше. И если мы посмотрим закон о военной службе и военной обязанности, то мы с вами увидим, что в тексте закона слова районный, міський, військовый комиссариат у всех відминках та числах заменены словами відповідный районный, міський и территориальный центр комплектования та социальна епидрынка у відповідному відминку та числі згідно з законом за 30 марта 2021 года. То есть, о чём это говорит? Ну, во-первых, в законе существовали военные комиссариаты до 2021 года. И только в 2021 году их переименовали. И только в 2022 году появилось положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. И, конечно, здесь вы мне можете сказать, да что ты такое говоришь? Да как это переименовали? Ну, во-первых, друзья, в самом законе так написано. Это не мной придумано. Подчеркиваю еще раз, мы сейчас с вами смотрим сайт Верховной Рады. Это не мои мысли, это то, что написано в законе. И в законе написано «заменыты слова». Все. Но вы можете сказать, что слова заменылы, а функции разные. Что ты, мол, сравниваешь военкомат и территориальный центр комплектования и социальной поддержки? Последний вообще является ФОПом и не более чем. Ну, либо частной лавочкой какой-то. Давайте разберемся и с этим. И для этого мы обратимся уже с вами к положениям о военных комиссариатах и положениям о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. И сравним их и посмотрим, а что же написано о их статусе в этих положениях. Насколько их статус отличается друг от друга. Итак, как мы видим с вами снова сайт Верховной Рады. Можно зайти, почитать, проверить самому, действительно ли это так. И первое, что мы с вами выясним, это что же написано о том, что такое военкомат и что такое ТЦК и ИСП. Как законодательство определяет их статус. Итак, смотрим. Військовые комиссариаты есть местными органами військового управления, что обеспечивают выполнение законодательства с питания військового обвязка и службы, мобилизационной подготовки и мобилизации в особый период людских и транспортных ресурсов на соответствующей территории. А теперь смотрим, что же такое территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Они есть органами військового управления, что обеспечивают выполнение законодательства с питания військового обвязка и військовой службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Ну, во-первых, что мы здесь видим? Что и то, и другое есть органами военного управления и их функции одинаковые. Они обеспечивают исполнение законодательства по вопросам военной обязанности, военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Но давайте посмотрим дальше. А кто их создает? Ведь если мы говорим, что военкомат это частная лавочка, вернее нет, не военкомат, военкомат мы говорим, что это был госорганом, а вот ТЦК и ИСП это частная лавочка, то давайте же посмотрим, а так ли это? Если частная лавочка, то каждый из нас может ее организовать. Вот можем мы это сделать или нет? И это тоже написано здесь же в положении. Смотрите, территориальные центры комплектования и социальной поддержки создаются, ликвидуются, реорганизуются Министерством обороны. Подождите, какая частная лавочка? Министерством обороны они создаются. Понимаете? Министерством обороны не может человек создать ТЦК и ИСП. А что же было написано в положении о военкоматах? Давайте посмотрим. Військовые комиссариаты утворюются, реорганизуются та ликвидуются Минобороны за поданням начальника генерального штаба, главнокомандующего Збройных сил. Друзья, вот, вы заметите, одно и то же по сути написано. И военкоматы, и ТЦК создавались и создаются Министерством обороны, а не кем-то другим. Поэтому говорить о том, что это частная лавочка, ну, друзья, ну это противоречит законодательству. Вот, в законодательстве написано, кто их создает. И, соответственно, если их создает Минобороны, но они уже не могут сами по себе быть частной лавочкой. Потому что частная лавочка или нет определяет тот, кто создает это. Какая форма собственности лежит в основе. И для того, чтобы частная лавочка была, нужна частная форма собственности. А здесь в основе лежит государство, и оно создает их. Поэтому ни о какой частной форме собственности здесь речи не идет. Ну, а теперь, конечно же, еще есть вопрос о функциональных обязанностях, о заданиях военных комиссариатов и ТЦК и ИСП. Дело в том, что многие говорят, что ты, мол, сравниваешь, это же вообще разное, потому что у них разные задачи и функции. Давайте посмотрим положение о них и увидим, разные задачи и функции или все-таки нет. Давайте пройдем дальше и посмотрим вот этот раздел. Задания и функции комиссариатов есть. А здесь у нас есть раздел заданий и функции ТЦК и ИСП. И вот давайте будем идти и сверять, одинаковые или нет задачи и функции. Итак, заданиями військовых комиссариатов, соответственно, до покладенных обязанностей, есть руководство військовым обликом призывников и військовозобовязанных на территории соответственно административно-териториальной одиницы, контроль за его станом. И вот давайте здесь остановимся и теперь почитаем. Заданиями ТЦК и социальной поддержки, соответственно, до покладенных обязанностей, есть выполнение законодательства с вопросом військового обязанности и військовой службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, керевництво військовым обликом призывников, військовозобовязанных и резервистов на территории соответственно административно-териториальной одиницы, контроль за его станом. Итак, как мы видим, здесь даже чуть-чуть у нас в ТЦК ДСП расширены полномочия, да? То есть мы сюда добавили еще и вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации. Идем дальше. Посмотрим, что еще делали военкоматы. Проведение призову граждан на військовую службу в мирный и военный час. Проведение добора кандидатов для принятия на військовую службу за контрактом. Участь для проходжения службы у військовом резерве Збройных сил. Підготовка та проведение в особенный период мобилизации людских и транспортных ресурсов. Вот здесь остановимся. И давайте посмотрим, что же написано здесь. Проведение заходов приписки граждан до призовных дельниц. Призову граждан на військовую службу. Проведение выбора кандидатов для принятия на військовую службу за контрактом. Участь у выбора граждан для проходжения службы у військовому резерве Збройных сил. Підготовка та проведение в особенный период мобилизации людских и транспортных ресурсов. Друзья, как мы видим, во многих случаях дословно повторяются задания территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они дословно повторяют задания военных комиссариатов, а где-то расписаны более подробно. Давайте дальше посмотрим. Забеспечение социального и правового захисту військовослужбовців, військовозобовязанных и так далее. Здесь опять же идет. Забеспечение организації социального и правового захисту. Поехали дальше. Участь у військово-патріотичному вихованні громадян. Вот она, участь у військово-патріотичному вихованні громадян. Здійснення заходів підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства. І що здійснення заходів з питань оборони відповідно до законодавства. Друзі, як ми видим, задання ціх ТЦК і СП, ну тут на скільки, не знаю, на 95%, если не на 100% соответствують заданням военкоматов. Поэтому говорить о том, що їх не переименовали, а це совершенно інші органи, ну вообще не приходиться, поскольку вони мають одинакові функції. Ну і, конечно же, ще у нас є вопрос з вами о тому, що осуществує ли срочна служба в Україні. На сьогоднішній день. Либо у нас контрактна армия і все. І з 2007 року срочной служби не существує. Для цього, друзі, нам потрібно обратитися знову к закону о военній обязанності і военній службі. Вот він, сайт Верховной Рады. Опять же, все проверити можна. Здесь ми листаємо, відкриваємо 2-ю статтю. Вот она, стаття 2. І знаходимо здесь ч. 6-ю. Вот она, де указані види военній служби. І посмотріте, що стоїть на 1-м місці? Тобто срочна военна служба. Ну, як говориться, шахемат, атеисты, да? Ну, те вот неверуючі, які кажуть, що тільки за контрактом у нас служба. А посмотріте, що на 2-м місці стоїть. А на 2-м місці военна служба по призыву во время мобилизції. Тоже существує, оказывается, такой призыв і така военна служба. Ну, а далі вже йде военна служба по контракту. Йе є нескільки видів, да? Йе є і военна служба курсантів, є і военна служба по призыву лиц офицерського состава і по призыву резервістів. Друзі, надеюсь, я дуже надеюсь, що ви мене не поверите. Я искренне надеюсь, що ви не поверите. Я искренне надеюсь, що ви кликнете по ссылкам, які я оставлю в описі. Це будуть ссылки на те положения, які ми сьогодні розбирали, на те законы, які ми розбирали. І самостоятельно зайдете і проверите, дійсно ли там написано то, о чому я говорив. І я надеюсь, що після цього ви убедитесь в тому, що та інформація, яка ходить в інтернеті, о тому, що якоби ТЦК і СП являться частними організаціями, що вони не мають права призвати, що це не їх функціональні об'язанності, що вони не являться правоприємниками военкоматів, ви увидите, що це все на самом деле неправда. І єдинственне верне утвердження, яке із всього цього відбувається, це то, що дійсно военкомати на сьогоднішній день впразднені. Т.е. як нека юридическая конструкція, військовий комісариат в законодательстві не використовується. А називається це тепер «Территориальні центри комплектовання і соціальні підтрючі». Але функціональність вони сохранили в большинстві своєму ту ж саму. Друзі, якщо ви считаєте це видео полезним, поділитесь їм в соцсетях, щоб як можна більше людей увидели цю інформацію, поскольку ця на самом деле дуже важна. Чоловік, який свято верить в те, що не существує ТЦК і СП, то, що вони не мають права призвати і віддати їм повістку, вот с такою верою человек окажется в суді. Тому що він відкажеться від воєнной служби, він відкажеться від повістки, і к нему буде применена административна чи уголовна відповідальність. І в суді, коли ви будете знаходиться, ви не зможете приложити к делу вот ці ролики з ютуба, які, кстати, знімають люди без юридичного образування, в яких розповідальність, що ТЦК і СП, це не существує таких господарственних органів, і їх можна не сполняти. Суд це не буде розсматривати. І вас привлекут к административної, чи уголовній відповідальні. Лише по одній простій причині вам вбили в голову неправдиву інформацію. Поэтому, друзья, ще раз прошу вас поделиться этим видео в соцсетях, щоб о нём узнали як можна більше людей, щоб люди не нарвались на уголовну відповідальність із-за того, що їх неправильно інформували. Поставте ему лайк, ну і, конечно же, підпишіться на мой канал. Напомню, що з вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Я вам желаю удачі, здоров'я і, конечно же, міра. Пока!